Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Доплата в 10 тысяч рублей. Пенсионерам в августе специалисты пенсионного фонда рассказали, кто может рассчитывать на доплату в размере 10 тысяч рублей в августе. Так, денежные средства направят гражданам пенсионного возраста. Размер их накопительной пенсии должен составлять 5% и менее, от суммы размера страховой пенсии по старости. Учитывается и фиксированная выплата, и размер накопительной пенсии, которые рассчитаны по состоянию на день назначения накопительной пенсии. Направят средства мужчинам 1953-1966 годов рождения, и женщинам 1957-1966 годов рождения. Граждане должны иметь отчисление на накопительную пенсию. Еще одно требование – наличие трудового стажа не менее 12 лет. В среднем размер накопительной пенсии составляет 10 тысяч рублей или менее. Также, как стало известно, единовременная выплата полагается пенсионерам, проживающим на юге России. В Геленджике местные власти приняли решение внепланово поддержать финансово военных ветеранов. Разовая денежная выплата полагается всем участникам Великой Отечественной войны, которые стали по ее результатам инвалидами или трудились в талу. Также деньги полагаются тем, кто являлся узником канцлагерей в несовершеннолетнем возрасте или жил в блокадном Ленинграде. Инициатива принадлежит главе города. Думали, какое еще внимание мы можем оказать нашим ветеранам. Решили сделать традиционными единовременные финансовые выплаты. Оформили все необходимые документы. Сегодня начали перечислять деньги ветеранам Великой Отечественной войны, подчеркнул он. Труженикам тыла направят по 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты, а всем остальным — 25 тысяч рублей. Мы же считаем, что размер данных выплат необходимо сделать значительно больше. А представители власти, и особенно в пенсионном фонде, могли бы предусмотреть еще и дополнительные выплаты для всех пенсионеров. Особенно если учесть, что пенсии в нашей стране находятся на низком уровне и индексируются ниже реальной инфляции, из-за чего только уменьшаются. Если вы согласны, то ставьте лайк и обязательно напишите свое мнение в комментариях. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта — оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи. Продолжение следует...